Храм, планетарии и храм. В 2014 году Барнаульская епархия и городская администрация, казалось бы, окончательно договорились вернуть церкви здание Крестово-Сдвиженского храма. Основание требования 327 федерального закона. За пять лет мэрия должна была найти новое пристанище для планетария, но в итоге в 2019 стороны вновь договорились о двухлетней отсрочке. 2021 не за горами, срок истекает. На данный момент, в первом квартале 2021 года, срок договора истекает. Мы исходим из той позиции, что договор будет исполняться. Оказалось, большинство простых барнаульцев не рада возвращению исторического здания церкви. В парке для церкви не место, я думаю, может быть. У нас есть Нагорный парк, там церковь достаточно. Планетарий, конечно. Он один на весь город, а церковь на каждом углу стоят. Планетарий, чтобы люди развивались все-таки, молодое поколение. Лучше планетарий, конечно. Почему? Почему? Потому что тут культурное мероприятие. Потому что здесь отдыхают. Но как-то церковь сюда не впишется. Но снова возникает вопрос, какой подобрать для планетария новый дом. За последние годы научно-просветительское учреждение предлагали разместить в здании речного вокзала, построить для него пристанище в Нагорном парке. И, наконец, определили место в кинотеатре «Родина». Но и в последнем случае все было непросто. Здание бывшего кинотеатра «Родина» с самого начала рассматривали как основного претендента на размещение планетария. Но сначала выяснилось, что не так-то просто здание переделать под планетарий, как-никак памятник. Потом понадобилось временно разместить театр кукол. И вопрос, что называется, подвис в пустоте. И вот, как нам стало известно, здание кинотеатра «Родина» снова рассматривают как новый звездный дом. В городском комитете по культуре сообщили, что к обсуждению вопросы переезда планетария вернутся уже на этой неделе. Известно, что чиновники должны отчитаться перед главой Барнаула о проделанной работе. Но подробности пока не сообщаются. Мы будем следить за тем, как сложатся звезды для планетария на этот раз. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.